Накануне вечером на шимкенских дорогах работали специальные рейдовые группы. В их состав входили сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью, Управление криминальной полиции, Дорожной полиции и специального отряда быстрого реагирования. Одним из первых полицейскими был задержан автомобиль, принадлежащий частному охранному агентству. Причина – стробоскоп, установленный за лобовым стеклом БМВ. Автомобили охранных агентств могут оснащаться специальными сигналами, но они должны размещаться на крыше автомобиля и быть жёлтого цвета. За допущенное нарушение автомобиль был доставлен на платную штрафную стоянку. Составлен протокол об административном правонарушении. На улице Гагарина полиции СТ догнали Тойоту Сёрф. Её водитель не подчинился сигналу инспектора об остановке близ ночного клуба «Динара». После ПНТ выяснилось, что у водителя нет никаких документов на машину. Он проигнорировал просьбу отдать ключи полицейским и проследовать на штрафную стоянку. В итоге к нему была применена сила. В отношении водителя были составлены два протокола – завождение без документов и неподчинение представителям власти. Мужчина был направлен на медицинское освидетельствование. «Сабр, сабр, сабр. Прошу Богу». «Спокойствие, спокойствие, ещё раз спокойствие. Мы руководствуемся именно такими принципами. Вас никто не оскорблял. У вас вежливо попросили документы, но их не было. Тем не менее, вы проявили полное неуважение к представителям власти. Поэтому мы вынуждены были применить спецсредства и надеть на вас наручники». Во время рейдовых мероприятий было задержано сразу несколько автомобилей, чьи водители затонировали передние стёкла. До поры до времени нарушения оставались незамеченными, но после того, как водители попали под рейд УБОПа, плёнку пришлось снять. «Во время рейдовых мероприятий нами был задержан водитель этой лады. Причина остановки – тонировка передних стёкол. За допущенное нарушение машина будет направлена на штрафную стоянку и будет составлен протокол». В целом, за время рейда было выявлено более 10 административных правонарушений. В одном случае был задержан мужчина, которому предъявлено обвинение за хранение огнестрельного оружия и незаконную охоту. В противопожарную службу поступило сообщение с улицы Уалиханова. Возгорание произошло в одной из квартир дома номер 229. Источник возгорания находился на кухне. Пожарные вытащили из задымлённого жилища мужчину. Было непонятно, то ли он получил отравление угарным газом, то ли он находился под действием алкоголя. Пострадавшего передали медикам. После первичного осмотра его госпитализировали. Дальнейший мужчина был доставлен в токсикологическое отделение.